1 июня 2018 года вступил в силу 190-й федеральный закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей. Раньше суд присяжных в Московской области существовал лишь на региональном уровне. Сейчас же присяжные появились и на уровне городских районных судов. Существенным изменением подвергнется категорию уголовных дел, которые будут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Так, на уровне городских районных судов, в частности Одинцовского городского суда в нашем случае, это будет преступление против личностей, которые, к сожалению, очень распространены. Составляет, быть может, основную массу преступлений, которые будут рассматриваться судом присяжных вновь. Это простое, так называемое, неквалифицированное убийство. Часть 1-я, 105-я Уголовного кодекса Российской Федерации, которую ранее компетенция суда присяжных не относилась. К компетенции суда присяжных теперь, например, относятся преступления, предусмотренные частью 4-й статьи 111 Уголовного кодекса. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Статьи, связанные с незаконным оборотом наркотиков, геноцидом, посягательством на жизнь государственных и общественных деятелей, судей и правоохранителей. При этом специалисты дружно сходятся во мнении, что суд присяжных имеет как свои плюсы, так и минусы. Суд присяжных – суд непрофессиональный. Коллегии, вновь создаваемые, которые будут действовать в районных судах, будут составлять 6 человек. Эти 6 присяжных будут выносить свое решение на основании собственного опыта и личного представления о справедливости. Присяжные не должны мотивировать свое решение. Именно в силу того, что решения выносятся присяжными на основании своего личного опыта и убеждений, для них установлен возрастной ценз в 25 лет. Они становятся так называемыми судьями факта и не занимаются процессуальными вопросами или анализом законности сбора доказательной базы. Эти юридические тонкости по-прежнему остаются за профессионалами. Итоговое решение по уголовному делу, приговор, выносится профессиональным судьям. Суд присяжных выносит несколько другое решение, которое именуется в уголовном профессиональном законе вердикт. Уже на основании этого вердикта судья разрешает вопросы о юридической квалификации деяния, если оно доказано и присяжные так посчитали, и вопросы о наказании. Списки присяжных заседателей формируются путем случайной выборки кандидатов. Участие в судебных процессах вполне можно сравнить с исполнением гражданского долга. Если вам придет письмо о том, что необходимо являться в районный суд, будь это Одинцовский или какой-то другой, то прошу вас, не игнорируйте его, придите, поучаствуйте во всяком случае в процедуре отбора. За присяжными заседателями сохраняются их места работы в случае своего трудоустроения. Присяжные заседатели обладают гарантией, схожими с гарантиями, которые имеются для федерального судья. Пока на территории района присяжными еще не раз смотрено ни одного уголовного дела. Но рано или поздно такое ходатайство появится, и тогда на Одинцовской земле впервые прозвучат слова «Уважаемый суд! Уважаемые присяжные заседатели!» Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.